Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Представляем Вам телескоп от известного научно-популярного бренда National Geographic, изготовленный немецкой компанией Bresser. Производитель позиционирует его как компактный и мобильный рефлектор для начальных наблюдений ярких объектов дальнего космоса, Луны и планет. Что же, познакомимся поближе. Модель поставляется в высокой красочно оформленной картонной коробке с фотографиями телескопа и комплектных аксессуаров, а также указанием особенностей на 8 языках, включая русский. Внутри коробки находим полностью собранный телескоп. Он действительно небольшой, диаметр основания 28 см, максимальная высота 53 см, вес 3,6 кг. Такой поместится не только на столе, но и на подоконнике. Труба телескопа свернута из тонкого стального листа и окрашена снаружи в черный глянец, на который нанесены схемы околополярных созвездий, а также хорошо узнаваемый логотип бренда National Geographic. Жесткости трубе придают два пластиковых фланца. К нижнему фланцу крепится силуминовая оправа главного зеркала. На оправе предусмотрены три пары юстировочных винтов с головками под крестовую отвертку. Само главное зеркало светосильное сферическое, диаметром 114 мм и фокусом 500 мм. К сожалению, не имеет центральной метки для юстировки. Вторичное зеркало установлено на трех металлических растяжках и также имеет юстировочные винты под крестовую отвертку. Заметим, что размер вторичного зеркала явно маловат и апертура обрезается как минимум на 2 см. Зато положительно отметим довольно неплохое матовое чернение внутренней поверхности трубы, оно даже получше, чем у более дорогих моделей других производителей. Фокусер телескопа реечный, с посадочным диаметром 1,25 дюйма и за исключением металлической оси Кремольеры полностью выполнен из пластика. Однако ход фокусера достаточно плавный, присутствует совсем небольшой люфт. Монтировка телескопа – разновидность простой монтировки Добсона. Полувилочная, изготовлена из качественного ламинированного ДСП. На нижней плите основания по окружности нанесена крупная шкала азимутов. На верхней подвижной плите имеется встроенный компас и два углубления под окуляры. Вращение монтировки по азимуту довольно тугое и пластиковые ножки основания на гладкой поверхности могут проскальзывать. Применение резиновых ножек увеличило бы сцепление и было бы более оправдано. Горизонтальная ось или ось высот находится в полувилке, именно к ней через пластиковый стакан крепится труба телескопа. Движение по высоте гораздо мягче, усилие регулируется крупной рукояткой. Под ней расположена шкала высот, она меньшего размера, но все равно вполне различима. Телескоп комплектуется искателем типа Red Dot на пластиковой ножке и с двумя уровнями яркости. Для такого краткофокусного телескопа это вполне подходящий прицел. В отдельных пластиковых тубусах находим два окуляра 20 мм и 6 мм. В последнем вкручен голубой лунный фильтр. Окуляры нас откровенно говоря разочаровали. Хотя посадочные втулки металлические, все другие части корпусов пластиковые. Наглазников нет, оптика не просветлена, глазные линзы маленькие. Еще в комплекте имеется двукратная линза Barlow такого же бюджетного исполнения, как и окуляры. Блестящий пластиковый корпус, просветления отсутствует. Разочарование от окуляров не подсластили даже дополнительные аксессуары. Небольшая подвижная карта звездного неба и CD диск с компьютерным планетарием Stellarium. Как мы и ожидали, комплектные окуляры показали себя не лучшим образом. Окуляр 20 мм имеет очень малое поле зрения, довольно мыльную, неконтрастную картинку, хотя кое-какие подробности на Луне различить можно. Аналогичную картинку показал и комплектный окуляр 6 мм. Поле зрения у него побольше, но изображение не лучше, малоконтрастное, с заметными искажениями, в том числе и хроматизмом, вносимым самим окуляром. А вот в некомплектный окуляр 5 мм мы увидели более подробную картинку лунной поверхности. Хотя края изображения были немного испорчены сферической аберрацией главного зеркала, по центру картинка была вполне приемлема. И на Юпитере в этот же 5 мм окуляр нам удалось рассмотреть кое-какие детали на диске планеты. Две экваториальные полосы, потемнение у полюсов, а также галилеевы спутники газового гиганта. Для наблюдения объектов Deep Sky мы применили второй некомплектный окуляр Плёссел 25 мм. Скопление Плеяды помещается в него полностью, по центру поля зрения картинка нормальная. У ярких звезд заметно 6 лучиков от растяжек, но ближе к краю звезды заметно искажаются. В этот же 25 мм окуляр нам удалось рассмотреть и комету Lovejoy, которая находилась недалеко от Плеяд. Хвоста, конечно, мы не увидели, но звездообразное ядро и асимметричные кома кометы видны были вполне отчетливо. На том же увеличении наблюдали мы и туманность Ориона. Хорошо видны яркий центр, темный провал на его фоне и даже намеки на крылья. А вот кратную звезду Трапецию на столь малом увеличении разделить не удалось. Завершающим стало еще одно рассеянное скопление – Ясли в созвездии Рака. Снова по центру поля зрения телескоп вполне уверенно показал звезды, образующие характерные очертания скопления, а периферия была немного искажена. Что же, телескоп оставил двоякое впечатление. Достаточно устойчивая монтировка и хорошее исполнение трубы заслуживают положительной оценки. А вот малое вторичное зеркало и откровенно слабые окуляры не стоят никаких похвал. Тем не менее, с хорошими окулярами телескоп показал себя не хуже 80-мм краткофокусного рефрактора. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. National Geographic 114500 можно рекомендовать в качестве первого или мобильного телескопа при условии дооснащения его хорошими окулярами. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.